Так, и снова, значит, битва маятников, разбор полетов. Что хотел показать? Хотел показать, значит, конечный продукт, который мне выдали после заполнения вот этих вот формы 1П, вот этой вот бредятской. Как я вам уже показывал, да, здесь у нас указано гражданство СССР, основание приобретения гражданства Российской Федерации, ну, собственно, бандитская оферта Российской Федерации, хулиганская, вот, собственно, что явилось основанием, да, подписей, естественно, здесь никаких нет, соответственно, во временных аусвейсах тоже подписей никаких нет. И конечный продукт, вот он мне выдали, вот это тоже фальшивый, фальшивый вот этот аусвейс, тоже левая печать, тоже подпись жучка, вот, ничего не написано, что начальник отделения что-то еще, вот, бред несут, да, ну, вранье, вообще ничего не написано. Тетя Маша уборщица проходила, тетя Маша поставь подпись жучка, тетя Маша раз, написала жучка, все, вот, ну и, соответственно, в этой фальшивке вы, собственно, не обязаны расписываться. Вот, поэтому, вот, подписи никаких не ставите здесь, но это на ваше усмотрение, вот, поставите вы подпись, не поставите, есть такое расхожее мнение, что, вот, мол, если вы эту подпись здесь поставите, значит, вы признаете то, что вы являетесь там собственностью Российской Федерации. Да, фигня это все, вы уже являетесь ее собственностью, потому что вы поставили уже сотни, если не тысячи разных подписей, включая добровольное согласие на распотрошение. Поэтому то, что вы поставили здесь подпись, не поставили, это вообще ни о чем, в общем-то, не говорит. Но, какие вкусности вот с этого всего можно поиметь? Во-первых, вот, отсутствие здесь подписи, документ это не делает каким-то там недействительным. При, значит, двух свидетелях, которые там являются лицами заинтересованными, этот документ, так называемый, получен, ну, фальшивый документ. Вот эта фальшивка, она получена. Называть его документом как-то, конечно, даже будет несколько неправильно. Ну, ладно, фальшивка, которая, вот этот Ausweis, дает право для перемещения по территории Советского Союза, на которой сейчас хозяйствует Российская Федерация. Как бы то ни было, какая форма управления, все, в общем-то, зависит от людей, да, которые населяют. Кто что понимает, и даже вот здесь, находясь вот в таких условиях, мы, в общем-то, способны именно идти вперед, продвигать наши интересы и содействовать укреплению нашей Родины. Как бы сейчас ее там не называли, Федерация там и прочее. Вот, хочется еще, нравится мне, что они убрали тут голограммку. Но, ну, также на лбу они шлепают, видите, это вот тоже издевательство. Они продолжают шлепать РФ, типа, вот ты, все, вот ты, раб Российской Федерации. РФ на лбу, посмотрите, у всех, у каждого на лбу вот эта РФ нашлепана. Обратите внимание на свои паспорта. Вот все, все те же там вот эти вот шестерочки, вот эти вот здесь, три шестерочки. Ну, я уже говорил, что это да, мы ищем там, чего нет. Нам уже придумали психическое заболевание по этому поводу. Ну, ладно. Так, что, какие вкусности можно с этого, значит, поиметь, с этой ситуацией. Если вы не поставили подпись, вы можете, собственно, теперь в дальнейшем ни в каких их, значит, бланках нигде не расписываться, где от вас требуют подписи. И когда вам говорят, подпишите, как у вас в паспорте, вы открываете паспорт и говорите, ребята, собственно, как, ну, давайте я подписал, подпишу. И говорите, все, я подписал. Все так же, как в паспорте. Все. То есть, освобождает вас, может, если вы грамотно сумеете это мотивировать и преподнести, не кричать, не пениться, там, не пылить. Вы сможете, как бы, вообще нигде не расписываться, вот на это ссылаясь, на вот этот вот houseways. Еще, что можно полезного, еще вынести вот со всех вот этих документов. Смотрите, если вы, все-таки, вам повезет, если вы будете достаточно настойчивы и запросите все свои формы 1P, когда вы получали вот эти вот houseways Российской Федерации, они у вас написаны вот на этой вот страничке, вот этого houseways, страничка 19, здесь находятся все вот эти вот, все данные о ваших houseways, которые вы получали. То есть, если вы запросите все вот эти 1P, включая, значит, первую сторону, да, ее, вот первую, и второй разворот, в общем-то, вы имеете на это полное право. Они вам будут отбрехиваться, что там служебные отметки, там прочее, ну, вы, это ваш документ, они уже виноваты. Согласно ихнего регламента, мигрантского, они обязаны вам их отдать. Отдать вот этот вот бланк и вот этот вот, вот эту вот справочку 1P, вот так вот вам ее отдать, вот так. Но они этого не делают, поэтому они уже нарушают свои, даже свои бандосовские законы, вот. Поэтому, если вы будете достаточно настойчивы, я был настойчив, и мне просто показали 1P, вот эту мою, вот, мне показали ее, там ничего не было. Но где гарантия того, что в других этого нет, да? То есть, если все-таки у вас получится вот это, вот эту справочку получить, и если у вас там будет написано, обратите внимание, кто у вас написан там, вот если, например, в Николаевске, допустим, будете, и у вас тут написано вот это вот Жуковское, здесь будет, то она является, согласно регламента, в 18-й графе вписывается опекун, она является вашим опекуном, понятно? И, соответственно, на нее вы можете все свои квитанции, все свои попрошайки перебрасывать. Она обязана будет их оплачивать по законам вот той же вот Российской Федерации. Все, получается, ихним же салом им по сусалам, все, как они вот хотели, то они и получат. Там другая, кто-то будет у вас опекун, другой опекун, неважно, вот такие вот как бы вкусности, вот с этого всего можно получить, если вы вот грамотно все это сделаете, будете достаточно настойчивы и спокойны при этом, вот. Еще раз говорю, если вы все это дело отчеркивали, они это могут где-нибудь по-хитрому вот здесь вот где-то впендюкать, могут где-нибудь здесь вот над зачеркиваниями сделать, понимаете? С другой стороны, зачеркивание, да, оно как бы тоже не совсем хорошо, поэтому, я думаю, черкать даже и не надо вот эти вещи. Пускай они вписывают себя опекуном, все равно все тайное становится явным, и все равно вы этого опекуна можете найти, если они его впишут. В общем-то, и все, тогда все ваши вопросы решены, ваш опекун будет оплачивать все ваши, в общем-то, издержки. Согласно законам Российской Федерации, все, он же себя вписал, значит, он себя объявил, или, а гражданский кодекс пока никто не отменял. Так что, ну вот, такое вот, в общем-то, резюме по битве маятников. Значит, вот, временно оу-свейсы без подписей, паспорт, значит, этот оу-свейс без подписей, собственно, ну и смотрите, то есть теперь подпись можно нигде не ставить, а можно ставить и любую при этом, понятно, да, ни к чему это вас не обязывает. И также можно будет вот найти своего опекуна, если он будет здесь вписан. В общем-то, вот так. Ну, а все остальное, как бы, все остальное, я считаю, что это на самом деле, как бы, не столь критично. Поэтому смотрите сами, разбирайтесь, вот, без всяких фокусов, без всяких там передергиваний, я вам показал, вот, как все вот это дело обстоит на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok